МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Генеральный директор Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения Михаил Петрович Супрон. Родился в 1953 году в деревне Малой Автюки Калинковического района. Трудовую деятельность начал в 1972 году после окончания Полоцкого лесного техникума помощником лесничего в Доманевском лесхозе. В 1980 году получил квалификацию инженера лесного хозяйства в Белорусском технологическом университете. На протяжении более чем 20 лет работал в лесхозах Гомельской, Витебской и Минской областей. Сначала лесничима с 1984 года на должности директора. В 1999 году возглавил Гомельское государственное производственное лесохозяйственное объединение. Награжден медалью за трудовые заслуги. На вопросы, которые касаются деятельности Гомельского ГПЛХО, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 802-32-77-68-45. Здравствуйте, Михаил Петрович. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Михаил Петрович, я поздравляю вас с прошедшим недавно профессиональным праздником. Спасибо, что вы нашли время и пришли к нам сегодня. Скажите, пожалуйста, для вас лес – это только место работы или и отдыхать в лесу тоже получается? Вы знаете, да, вопрос интересный. В основном это место работы. Отдыхать как-то никогда не приходится работникам лесного хозяйства, к сожалению. Особенно в летний период, когда пожар опасный период. Но вместе с тем я хочу сказать, вот все-таки лучше ощущаешь красоту леса, когда работаешь лесничим. Вот когда я работал лесничим, конечно, я больше всего замечал, а вот это должности руководящей, директора лесхоза, генерального, к сожалению, уже как-то меньше времени остается для того, чтобы как-то лицезрить это все больше. А скажите, есть такое место в Гомельской области, которое можете назвать самым любимым, самым красивым для вас? Ну, вы знаете, для лесоводов все красиво, что создано своими руками, что ты видел, что создано предшествующим поколением. Но как тут сказать, какое любимое место? У каждого насаждения своя красота. Возьмите сосновый бор прекрасный, когда там идешь, просто дышишь воздухом, санаторным, фитонцидами. Или возьмите дубравы наши прекрасные, гомельские. У нас их больше всего в республике. Особенно есть участки, действительно, которые достойны описания их. А если взять березовые рожки? Ну вот скажите, разве как это может не нравиться? Ну и все остальные, ну конечно, все отдельно сказать, что что-то есть такое, что отдыхаешь. Везде можно отдохнуть прекрасно, в наших лесах Гомельской области. Скажите, а как вы относитесь к охоте? Ну, к охоте, конечно, положительно. Надо сказать, что особенно, когда охотишься с настоящими охотниками, получаешь удовольствие. Ну, это же охота, если говорить, это именно отдыхаешь там. Ну, это, как бы сказать, и спорт. Надо же отметить то, что это идет поиск животного, выслеживание. Это как определяется, что охота. Поиск, выслеживание, преследование, добыча или попытка добычи дикого животного, находящегося в естественных условиях. То есть, приезжаешь на охоту, ну там же он не стоит в сарае, дикий зверь. Его нужно действительно выследить, найти, выследить и затем попытка... Это вообще интересный момент, это азарт, получается, удовольствие. Но когда, особенно в традициях, когда настоящие охотники, это заложены свои традиции у каждого. Не браконьеры, понятно, мы не говорим о браконьерах, мы говорим о настоящих охотниках, которых у нас очень много и в Гомельской области, и в Республике Беларусь. И сейчас вот это возрождается, это и старинная охота, и обмундирование, это соответствие, которое было раньше, и рог охотничий, и все это. Ну, поэтому это самое настоящее, и спорт, и удовольствие, и отдых. Вот где это можно отдохнуть и получить заряд бодрости. Вы азартный человек? Ну, в некоторой степени, но не до такой степени, чтобы да. Спасибо. Лето и начало осени выдались крайне засушливыми в Беларуси, фиксировались возгорания в лесах, и только благодаря слаженной работе, высокому профессионализму работников лесного хозяйства, ситуацию удалось удержать под контролем. Михаил Петрович, сложно пришлось? Да, этот год такого я вообще не помню в своей жизни, в долгой работе. И, как отмечено везде, и метеорологи, и все, кто раньше такого не было. Вы помните те годы, когда было две недели, ну, максимум три недели этой засушливой погоды. Ну, а в этом году, понимаете, как особенно в Гомельской области, и мы не зря готовились к этому периоду, и это раньше мы начали готовиться. То есть пожарно-химические станции обеспечивали оборудованием, ППИ, лесничество, противопожарные пункты наши, которые там оборудованием, новой техникой запасались, чтобы быть готовым к такой ситуации. Но вот ситуация была очень тяжелая, сложная, особенно в приграничных районах. Я думаю, велись репортажи, как эта вся работа проводилась. Надо отметить слаженную работу, конечно, с органами МЧС, с органами местной власти. Я всем благодарен. Но понятно, что это леса же не частные, у нас государственные, каждый болеет. И очень приятно, что и местное население принимало активное участие в тушении пожаров. Спасибо большое, Михаил Петрович. Мы эту тему еще продолжим, а у нас есть звонок от нашего телезрителя. Здравствуйте, мы слушаем вас. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Я жительница Смирнова Татьяна. Меня беспокоит вот какой вопрос. Там поселок Каролин, у моих родственников, моей мамы, находится на следствии от бабушки. Вокруг этого поселка Каролин большая лесная территория. И там вокруг этого поселка Каролин не в сезон очень активно ведут себя охотники. Они отстреливают как и копытных, так и птиц в любое время сезона. Так, несмотря когда запрещен отстрел, хочется, чтобы сохранялся биологический фонд, чтобы у нас там какие и птицы, и животные, чтобы все у нас было сохранено. Потому что очень активно себя ведут эти охотники. В любой сезон года они отстреливают. Большое количество не смотрят, когда запрещено отстреливать. В каком районе вы живете? Это, я не живу, это у меня от бабушки в поселке Каролин, Черюшская, Черюха, это Черюха рядом находится. Это Гомельский район? Да, да, да. Это Гомельский район, да. Спасибо большое. Я думаю, что факт этот нуждается, конечно, в проверке, но стоит обратить внимание, что же там происходит. Да, я хотел бы отметить, что у нас охота, нельзя так говорить, у нас на нежелательных видах охота проводится круглый год. Кроме того, у нас охота на дикого кабана также проводится, если вы знаете, в связи с угрозой возникновения африканской шумосеменей, мы проводим отстрел дикого кабана. Так что это проводится целенаправленно, все это с разрешением и под контролем. Но понятно, что мы будем смотреть и разбираться, что это там. Обратим внимание. Спасибо за вопрос. Я бы хотела продолжить тему, которую мы с вами начали. Очень крупные лесные пожары приходили летом со стороны нашей южной соседки, в частности в Лельческом лесхозе были. Очень серьезные выгорания. Какие меры противопожарного обустройства предпринимаются для того, чтобы эту ситуацию предупредить в будущем? Да, мы сейчас активно и по поручению министра лесного хозяйства, министерства, сейчас нашим проектным организациям разрабатывается проект противопожарного обустройства на границе с Украиной. Очень серьезно. Ну, в первую очередь мы планируем создание больших полос минерализованных со стороны Украины. Мы просматриваем также создание насаждений из лиственных пород. Эту работу мы проводим по поручению министра. Ну и сами мы знаем, где эти места. К сожалению, мы с пограничной службой также работаем. Когда будет там граница, понятно, что там будет более тоже. Но мы дальше продолжим работу по минерализации лесных полос и остальные работы. Для этой цели я хочу сказать, что нам в связи с этим и правительство, и министерство лесного хозяйства дополнительно выделило и трактор-бульдозер, и трал для этих целей. Мы и сами сейчас проводим, но будем, вот, составляется большой проект, так что серьезно я надеюсь, в этом году и частично в следующем будем активно проводить эту работу. И посещение лесов было под строжайшим запретом почти на протяжении всего лета. Как граждане восприняли это временное такое вынужденное ограничение? Я хотел бы отметить, что граждане с пониманием отнеслись к этой мере вынужденной. И надо отметить, что звонили. Даже вот когда на совещаниях мы бываем на всех, все спрашивали, а можно ли посещать леса? Ну, конечно, если запрета не было снятого, поэтому запрет никто не посещал, но были отдельные. К сожалению, как всегда это бывает у нас. Вот захотелось человеку. И вместе с тем нужно отметить, что возникновение пожара в основном 90% по вине человека происходило. Так что эта мера была вынуждена и необходимая. И, как я сказал ранее, большинство отнеслись с пониманием. Но все-таки было составлено около 300 протоколов, все-таки на граждан, которые нарушали это. А тоже немало. Учитывая возможные последствия, то это очень немало. Потому что достаточно и одного человека. Михаил Петрович, у нас есть звонок на линии. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо за ваш звонок. Михаил Петрович, пожалуйста. Я понял. Спасибо большое. Ну, часть, я хочу сказать, это у нас здесь часть Речицкого лесхоза, Борсовское лесничество. Со связи с планом рубок, это все проводится планово, но часть там есть. У нас еще в области остались участки делянки, которые вырубали частники. Они покупали на биржах это все, когда мы вставляли лоты с пелой древесины. Они покупали, вырубали. И вот, к сожалению, много где мы по области сейчас ведем инвентаризацию этих тех, что не забрали. И оставляют и дрова, выбирают деловую древесину, выбирали, остальное оставляли. У нас как раньше было в те советские времена, когда леспромхозы работали, где остается дрова, население местное забирало себе на дрова или выписывали, как в установленном порядке, по меньшей цене. Ну, а сейчас население местное, я хочу сказать, за последние вот три года стабильно где-то в области закупается всего 100 тысяч кубометров дров. То есть население уменьшается, а раньше закупали в пять раз больше, если взять даже 2000 год. Поэтому мы сейчас что делаем для этой цели? Спасибо большое за информацию. Мы дополнительно обратили внимание. То есть лесхозы будут сейчас официально выписывать предупреждение этим заготовителям, чтобы есть, у нас будем проводить полностью дополнительно еще проверку и будем заставлять их убирать эту дровесину. Или тогда изымать жилищно-коммунальное хозяйство, там будем реализовать эту дровесину, чтобы как-то убрать, это очистить. Спасибо большое вам. Спасибо, Михаил Петрович. Далее предлагаю перейти к нашей постоянной рубрике. Если есть мнение, свое мнение о культуре, поведении в лесу, гомельчане высказали нашим корреспондентам. Давайте посмотрим. Ну, наши бескультурные ведут бумагу, везде бросают и не убирают за собой. А почему? Ну, потому что менталитет такой. Пакеты же у каждого есть, приходят. Ну, забрал и пошел обратно своим пакетом. Можно же идти и это делать? Ну, мусор этот. А так везде, вон, к речке подойдешь возле леса, везде шашлыки жарят, все, побросали бутылки, все валяется. Это недостаток воспитания? Конечно, как же, это ничто иначе. Как только так. А часто приходите с такими случаями сталкиваться? Да, конечно, часто. Мусор, он в лес, зайдешь, куда возят с деревни, в родном деревне, мусорки нету, они вывозят, промывали в лес. Вот в Шербулку ездили, там позаваливали, не подойти к лесу. Как будто бы это так и надо. Все же сами же деревни лежат или возят, чужие же туда никто, и ходят же сами туда. Отсутствие культуры нашего народа, к сожалению, так. Или может им просто не хватает места, куда выбросить мусор? Ну, я думаю, всегда можно с собой унести. Приносят гораздо больше, я думаю, шашлыки и так далее. Поэтому никакой проблемы нет, собрать с собой пакетик и унести из леса. Ну, нельзя же в лесу урны поставить на каждом шагу. Ужасно ведут себя в лесах. Во-первых, оставляют мусор после себя. Жгут костры. Все время летом передавали, не жгите костры. Но, тем не менее, если сделаешь замечание, зачем жгете костры? Запрещают. Пожароопасность высокая, бесполезно. Иди, а то еще и получишь. Я сам рыбак, сам грибник. Где же по лесу, да, но некрасиво. Жгут все, оставляют после себя мусор. Наказание, не знаю, но самое серьезное наказание за это. За собой надо убрать всегда все, чтобы чистенько было. Надо ставить, чтобы были мусорки, чтобы подъезжала машина и собирала. Вот я, как на дачных участках, у нас тоже лес. И весь мусор на улице, в лесу. А если бы приезжали машинки, забрали, это этого бы не было. А самим вывезти? На чем? У кого есть машина легковая в мешок и вывозят, а у кого нету, как вывезти? Говорить, объяснять, что не бросайте, не бросайте, нельзя бросать. Это вредно. Это для экологии вредно. И также для ваших самих вредных. И вы же опять же вернетесь на это же место. И будет как-то некрасиво уже. Если опять же поел, и там же мусор. Может быть надо это объяснять со школы начинаю, уже не взрослым детям? Не исключаю. Конечно. Но все равно очень трудно это сделать. Михаил Петрович, прокомментируйте, пожалуйста, а какие нарушения фиксируют фотоловушки, установленные в лесах? Что приходится видеть наблюдающим? Вы знаете, мне интересный вот сюжет. Интересно, видите, как поворачиваются все-таки мнения жителей, что надо убирать за собой, надо смотреть. Это уже очень приятно слышать и видеть. Но, к сожалению, да, ведут наши посетители в лесу. И вот передавали вот здесь садоводческие товары. У нас вокруг Гомеля их очень много, больших городов. Проблема существует. И этот вопрос, кстати, вчера обсуждался на сессии областного совета в Ельске. Очень серьезно здесь и председатель областного совета депутатов, и помощник президента по Гомельской области отмечали, что нужно дальше работать именно в садоводческих товариществах, обеспечивать контейнерами для сбора мусора. Больше, чтобы ЖКХ занималась этим, и остальные службы, которые должны этим заниматься. А так, в самом деле, получается, что они выбрасывают лес, а мы вынуждены все снимать людей и убирать эту полностью весь мусор, вывозить за всеми там ухами. Потому что нельзя, мы не хотим, чтобы было все так загрязнено, потому что отсюда и болезни, и все остальное деревьев. Это да, согласен. Но мы, кстати, вот сюжет как бы продолжения вашего вопроса, что фотоловушки начали мы по области это делать. На сегодняшний день мы установили 72 фотоловушки, и мы устанавливаем предупреждающие знаки. Все видят, жители области, наверное, что внимание, там будет фиксируется все нарушения. И на сегодняшний день я хочу сказать, что у нас 34 уже нарушителя выявлены с помощью фотоловушек наших. И все понесли заслуженные наказания. Они думали, что это шутка. Нет, это не шутка, это все проводится работа серьезная. Спасибо, Михаил Петрович. Я предлагаю сделать короткую паузу в нашей беседе. Будьте с нами и присоединяйтесь, пожалуйста, к диалогу. Вы смотрите диалог. Говорим сегодня о перспективах развития лесного хозяйства. Михаил Петрович, несмотря на то, что все силы этим летом пришлось бросить на то, чтобы сохранить наши леса, уберечь их от пожаров, никто ведь не отменял и хозяйственную деятельность лесхозов. Скажите, пожалуйста, с какими показателями подошли к профессиональному празднику работники лесного хозяйства? Есть чем гордиться в этом году? Да, есть чем гордиться. Я хочу сказать, что по лесохозяйственной деятельности было создано 5,5 тысяч гектар новых лесов на сегодняшний день. Кроме того, мы, питомники свои активно сейчас проводят работу у нас базисных, созданы новые два дополнительных питомника для выращивания посадочного материала и декоративного. И кроме того, я хочу сказать по лесохозяйственной деятельности, дополнительно сейчас мы осваиваем проект Всемирного банка, чтобы заниматься выращиванием посадочного материала закрытой корневой системы. Если говорить о промышленной деятельности, то здесь мы, естественно, практически ежемесячно мы зарабатываем на экспорте от миллиона до двух миллионов долларов США. В этом плане работают все наши деревообрабатывающие производства, активно на экспорт, и особенно на экспорт мы работаем с Германией, Польшей, странами Балтии. Это где-то порядка 85% составляет поставки продукции на экспорт в эти страны. Ну, кроме того, мы, в принципе, где-то порядка 20 государств, но там мелкий объем. Ну, мы налаживаем связи, и даже пробовали в Египте, Турции, все это было, все ищем партнеров, чтобы куда-то реализовать продукции дополнительные. Особенно сейчас активно идет сушеная продукция, которую мы сушильные камеры установили, строганая продукция идет на экспорт. Ну, я надеюсь, в этом году все-таки на суровое, что будет суровая зима, и мы дополнительно поставим еще ищепы в Европу, потому что это тоже активно мы рынки осваиваем, и идет очень хорошо шла, когда были морозы. Кроме того, топливные брикеты, пилеты, все вот это мы производим. И колотые дрова, которые мы тоже колем, и на экспорт тоже хорошо они шли, когда были суровые зимы, но сейчас несколько меньше. То есть достойно мы работаем в этом направлении, также все выполняются, эти прогнозные показатели, люди зарабатывают достойную зарплату. Вот я посещал несколько лесхозов, встречался с коллективами. То есть в целом главное, чтобы вовремя эта зарплата была выплачивалась. Основное, конечно, это обеспечить работой и достойной зарплатой. Вот наша задача стоит сейчас, чтобы люди были, конечно, и создавать новые места дополнительные. Тоже проводим работу в этом направлении. Михаил Петрович, в целом роль лесного хозяйства в экономике нашего региона какова? Ну вы понимаете, как это оценить? Как оценить кислород, который вырабатывает лес? Пока в мире этого нет. Мы ведь, считайте, наши болота тоже являются и для Европы, это вырабатывает. Понимаете, что это вот оценить. Но оценить можно совместно с предприятием концерна «Беллесбомпром». То есть, когда мы готовим древесину, они реализуют ее на экспорт. Это имеется в виду мебель и все остальное. Там и плиты различные, которые сейчас созданы на производство. Но все-таки, к сожалению, мала доля нашего, это где-то до 3%. Но я надеюсь, что все-таки в дальнейшем это будет увеличиваться с вводом новых мощностей предприятий концерна «Беллесбомпром». О новых направлениях работы Гомельского ПЛХО пойдет речь далее в нашем сюжете. Внимание на экран. Собственные дендрарии при лесхозах массово стали создавать в начале 2010-х. Правда, кроме благоустройства территории, преследовали они тогда только одну цель – познавательную. Экскурсии со школьниками и студентами должны были привить молодежи любовь к природе и познакомить их с растениями, в том числе не совсем характерными для наших территорий. После пришло понимание – дендропарки могут принести еще и экономический эффект. Собранные здесь семена и черенки можно использовать для получения новых растений. Мы заложили маточные плантации дендропарк, чтобы не покупать и не перепродавать. И все мы черенкуем в своих теплицах, чтобы растения были нашей климатической зоной. Собственное тепличное хозяйство в Гомельском лесхозе создали три года назад. Сегодня здесь выращивают более 30 видов растений общей численностью около 20 тысяч саженцев. Для нужд других лесхозов, собственных запросов и удовлетворения спроса населения. Как оказалось, люди на своих участках стремятся не только сеять картофель и высаживать помидоры, но и облагораживать земли различными экзотическими растениями. Уксусным деревом, лохом серебристым и красным дубом из Северной Америки, например. Или теми же сизой ивой из Гренландии и форзицей из Восточной Азии. Население покупает у нас декоративный посадочный материал. Заинтересованность у них весной и осенью приобретать его. Сейчас мы активно участвуем в различных ярмарках, которые проводятся в агрогородках нашего района. На последней ярмарке мы продали посадочный материал на 4 миллиона рублей в агрогородке Урицком. Впрочем, зарабатывать лесхозы Гомельской области сегодня будут не только на посадочном материале. Агроусадьбу в Гомельском лесхозе, или как здесь принято называть, домик лесника, построили в максимально короткие сроки при соблюдении всех нормативов. В октябре прошлого года зложили фундамент, в сентябре нынешнего приняли первых посетителей. Сегодня заказы расписаны практически на два месяца вперед. Правда, в основном только на выходные дни, для проведения тех же свадеб и корпоративных мероприятий. Каким образом загрузить его в остальные дни – задача для лесников на самую ближайшую перспективу. При том, что комплекс строили в соответствии со всеми пожеланиями посетителей из других агроусадеб. Во всяком случае, уже сейчас отдохнуть здесь можно со всеми удобствами. Здесь планируется и организовать также рыбалку. Здесь семейный отдых. Мы построили детский маленький городок. То есть люди могут приезжать, кто-то может отдыхать, кто-то с детьми здесь, детям есть здесь забава. Поэтому, я думаю, места всем хватит. Агроусадьбу в Гомельском лесхозе построили в основном за счет собственной прибыли. Не то, чтобы здесь не умеют считать деньги, скорее наоборот. Если судить по опыту других агроусадеб, если к делу подойти профессионально, все задуманное реализуется и прибыль будет обязательно. Здесь по максимуму учли даже опыт этого года, когда в связи с засушливой погодой значительную часть лета посещение лесов было закрыто. Если такая ситуация повторится в будущем, туристов из агроусадеб ограничения не коснутся. Если человек выписал этот домик охотника, то, соответственно, работник лесхоза проведет его на домик охотника. Здесь у нас постоянно находится сторожа, который будет следить за порядком, и никаких здесь препятствий, даже пожароопасный период не будет. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях генеральный директор Гомельского прогосударственного производственного лесохозяйственного объединения, заслуженный лесовод Республики Беларусь, Михаил Петрович Супрун. И у нас есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте, пожалуйста. Ваш вопрос. Алло, здравствуйте. Меня зовут Алексей. Я хочу объяснить такую ситуацию. Речицкий район, деревня Борщевки. Там есть поселок уборки. В районе которого происходит вырубка леса, там лесхоз с хозяйствами этими. Суть в чем? На протяжении двух недель они выводят лес лесоводами, разбивают проселочную дорогу. Легковой машиной не проехать. Там и так песчаные дороги. После себя они эти дороги не равняют. Я обращался в местный исполком к специалисту, говорю, вот у вас же на территории административно происходит такая ситуация. Говорю, созвоните с лимхозом, вам проще. Но две недели уже мы ездим по полям, мы объезжаем эту дорогу, потому что машина просто ложится на брюхо. Нельзя ли после вырубки леса обязать вот эти леспромхозы, чтобы они выравнивали за собой дорогу? Они все-таки работают на этом территории. Понимаете? Вот в чем суть. Спасибо за звонок, Михаил Петрович. Пожалуйста. Спасибо. Да, есть такая тема. К сожалению, да, когда предприятие концерна там, и наши лесовозы тоже есть. Мы стараемся выравнивать дороги. Я именно сам рассмотрю этот вопрос, уточню. И если это предприятия, другие, будем принимать меры, будем, конечно, просить, чтобы они сделали там, конечно, ремонт дороги, чтобы могли легковые машины проезжать. Спасибо за вопрос. Давайте продолжим, Михаил Петрович. Мы посмотрели сюжет. Достаточно интересные проекты. Как вы оцениваете их перспективу? Перспектива очень большая. Я хочу сказать, что у нас на сегодняшний день вот такие мини-дендропарки, созданные у нас практически в каждом лесничестве. А у нас их 174 по области на сегодняшний день. Есть более активно или менее активно в наших лесничествах, создается. Вот вы видели, там есть у нас в Приборском лесничестве, вы показывали сюжет вот несколько времени назад. Вот это вот именно показывали там, где теплицы созданы, и тепличное хозяйство. Это интересная тема, и зарабатывание денег. То есть мы создаем для населения сейчас активно, вовлекаем, чтобы вывозить на ярмарки, и в каждом районном центре. Это мы проводим, стараемся. Это дополнительные зарплаты, дополнительные премии, и все остальное. И на развитие этих производств. Ну, то есть это наша непосредственная работа. И это активно. Вот в Гомельском лесходе начали активно заниматься этим. Сейчас у них построен новый питомник, дополнительный еще. И, ну, и дальше другие лесхозы этим также стали активно заниматься. И сейчас вот есть спрос и по интернету. У нас заявки поступают и от населения, и от организаций. Активно участвуем мы также, вот, где дополнительно есть какие-то мероприятия, или что, тоже выставляем свой посадочный материал для рекламы. Но, в основном, мы расширяем ассортимент. А какие наиболее востребованные позиции? Вот что спрашивают? На что больше всего заявок? Заявок, конечно, хвойники, вот, заявки эти, можжевельники, туи. Больше это идет вот в этом направлении. Ну, сейчас заинтересовались. Вы видели, вот, и суммах. Интересно, цветет красиво. Особенно осенью красиво смотрится. Там разные цвета. Дуб красный осенью, очень хорошая там, именно листва становится там красивая такая, что очень приятно смотреть эстетично. И все тоже покупают, приобретают у нас эти активно. Владельцы усадеб, да, поинтересуйтесь, пожалуйста, что же есть у вас в лесхозах, в дендропарках. Михаил Петрович, и второй проект тоже не менее интересный, очень, мне кажется, современный, актуальный, развитие собственной сети агроусадеб. Кто здесь во флагманах на Гомельщине? Ну, у нас есть 13 лесоохотничьих хозяйств на сегодняшний день. И в каждом создана вот такая усадьба. И дальше мы расшираем эти усадьбы. Есть у нас сборник вот такой, скаталок. Соответственно, на сегодняшний день вот есть созданы министерства и объединения, где мы рассказываем об этих усадьбах. Там и в интернете у нас в каждом лесхозе есть стоимость услуг, которые мы представляем гражданам. Новый проект, это в Гомельском лесхозе, недавно создан практически меньше, чем за год. Вы видели на берегу, там есть старик, вода есть на месте. Мы с какой целью создаем? Все-таки мы хотим местное население больше привлекать, и оно поворачивается к нам, хочет выехать семьей человек, понимаете? И отдохнуть. Поэтому мы активно сейчас культивируем создание детских площадок в этих усадьбах. И создание домиков, где именно 2-3 человека, чтобы семья приехала, 5 человек, чтобы они могли отдельно там переночевать, отдохнуть. Ну и сейчас стало пользоваться большой популярностью проведение различных мероприятий в наших домиках этих. Юбилеи, свадьбы. С удовольствием выезжает. Вот как вы слышали, в Гомельском лесхозе уже на несколько месяцев вперед записи осуществляется. Это не закрытые заведения у нас, никогда не были закрытыми. Все могут туда приезжать, отдохнуть. Все созданы условия там, поэтому будем дополнительно развивать какие. Может и на зиму, понимаете? Понятно, вот возникает вопрос, летом там хорошо, наверное, а зимой как их использовать? А их использовать можно же и дальше. Здесь можно, будем в дальнейшем планировать и лыжи, санки, коньки, где есть вода. Там же лед есть. То есть понятно, что можно все же это на месте и зимой выехать и хорошо отдохнуть, так же с друзьями, с семьей. То есть, чтобы было круглогодично. Вот это наша задача сейчас стоит в этом, что состоит. Ну что ж, я желаю вам успеха в реализации этого проекта. Но все начинается на самом деле с лесовосстановления. Будут леса, будет и работа. Будут и домики, и будут они востребованы, и будут люди приезжать и отдыхать. Скажите, пожалуйста, как идет именно этот процесс, сколько у нас посажено лесов и какие планы на ближайшее время? Ну, у нас, я хочу сказать, что в 2000-х годах мы создавали новых лесов на площади около 12 до 12 тысяч гектаров. Это было связано с тем, что нам передавали и низкобальные сельхозземли и вырубки. Мы вырубаем ежегодно сплошными рубками где-то 5-5,5 тысяч гектар, а создавали 12 тысяч гектар. Я хочу просто сказать, что мы создаем новых лесов больше, чем вырубаем на сегодняшний день. У нас на сегодня осталось, к сожалению, мы создаем новые насаждения на сплошных вырубках. То есть по пнях и именно после сплошных рубок. И остается у нас вот на следующий год, в этом году было 5,5, на следующий год 5300 гектар мы создаем. То есть только мы вырубили этих насаждений. И я хотел бы отметить, вот новое направление, это по финской технологии, по поручению главы государства. Мы выезжали, наши делегации выезжали в Финляндию. Ну и сейчас активно мы развиваем создание, насаждение новых, закрытой корневой системы. Поэтому вот это направление и на базе Речицкого лесхоза по кредиту Всемирного банка будем создавать там полностью такой центр серьезный. Это где-то порядка, конечно, солидная сумма. Около 4 миллионов долларов будет закупаем оборудование для высева семян там полностью, эти контейнеры и так далее. То есть как будем, что даст возможность нам создавать и дополнение производить, и создавать лесные культуры насаждения круглый год. То есть когда в этих завез, и создал, и дополнил, чтобы не было... Это мы будем там производить около 6 миллионов щиенцев там, создавать вот закрытой корневой системой в Речице, когда осуществится этот проект. Михаил Петрович, еще раз спасибо вам огромное, что вы нашли возможность, пришли к нам сегодня. Спасибо за интересный диалог. К сожалению, время уже наше отведенное нам в эфире заканчивается. Спасибо, спасибо. Генеральный директор Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения Михаил Петрович Супрун был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание, за ваши вопросы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова